Уважаемые коллеги, я бы хотела в своем сообщении рассказать о месте магнит-резонансной томографии в оценке неодиуматной химиотерапии. Неодиуматная химиотерапия показала свою эффективность. Первые два курса молочной железы применяется всемирно достаточно давно, с 1996 года. И с каждым годом прибавляются какие-то новые и новые методики. Показаниями являются неоперабельные опухоли молочной железы, то есть в том случае, когда есть распространение на окружающие мышечные структуры, кожу и увеличение вторичной измененной автоматической узлы. При крупных операбельных опухолях, которые не позволяют выполнить органосохраняющую операцию. И по данным различных метанализов, при применении наодиуматной химиотерапии, литерная тактика меняется. То есть позволяет выполнить не мастектомию, а органосохраняющую операцию. То есть процент возрастает с 28 до 89%. Оценка эффекта наодиуматной химиотерапии у нас проводится после каждого второго или третьего курса химиотерапии с степнями ответа полный регресс, частичный регресс, стабилизация и прогрессирование. Из методик оценки, как уже было не рассказано, это, конечно же, маммография, УЗИ, магниторезонансная томография, мамосцинтиграфия и морфологические методики. Это препараты используемые при наодиуматном лечении, гистологическая и монгистохимическая классификация, которые применяются. Классификация степени лекарственного патоморфоза также остановляется не буду, было уже не раз об этом сказано. Так выглядит дизайн исследований, то есть все наши пациенты до начала химиотерапии подвергаются клиническим осмотрам, маммографии, ультразвуковому исследованию, магниторезонансной томографии, оценке клеточной плотности. И в середине курса такой, и непосредственно перед операцией. В дальнейшем уже происходит анализ полученной информации и сопоставление с патоморфологией. Критерии оценки версии RECIS 1.1, так же уже было сказано, непосредственно магниторезонансное исследование. Оно проводится у нас на двух томографах. Используется специальная поверхностная катушка, стандартный протокол и вводится контрастный препарат анемалярный с концентрацией 0,1 ммоль на килограмм и 2 мл в секунду сквозь сведения. Мы используем в нашем протоколе стандартные Т2-азвешенные изображения в аксиальной плотности, изображения с жироподавлением сагитальной и аксиальной либо корональной, кому как больше нравится. В оценке опухоли мы в первую очередь смотрим на ее размеры, на контуры, на структуру, вовлекает ли она, инфильтрирует ли окружающую клетчатку. Также мы используем дополнительные методики, это проекция максимальных интенсивностей, диффузионно-извешенные изображения с фактором B-фактором 50 и 800 и с повторением EDC-карты. В дальнейшем мы проводим динамическое контрастирование, то есть несколько постконтрастных серий с оценкой степени накопления контрастного препарата. И далее цветовые карты притока и оттока также оцениваем. Впоследствии мы проводим постпроцессинговую обработку, то есть построение кинетических кривых. Всем известны три типа кинетических кривых. Первый тип, он соответствует чаще свой доброкачественным образованиям, охарчивается постепенным накоплением контрастного препарата. Второй тип, линейное нарастание с последующим выходом кривой в фазу плато. И третий тип, это пик интенсивности сигнала, который приходится на первые минуты с дальнейшим вымыванием контраста. Изменение кинетических кривых в зависимости от этапа исследования. Большинство пациенток вообще полностью все три исследования МРТ до начала, в середине цикла и в конце было проведено 64-м пациенткам. И в основном, основная масса характеризовалась именно третьим типом кинетической кривой, то есть которые в конце лечения уже больше характеризовались первым типом. То есть у 50% это было снижение степени накопления контрастного препарата, то есть, соответственно, кинетическая кривая менялась с третьей на первую, либо с третьей на вторую. Здесь я хотела бы привести несколько примеров оценки. То есть здесь мы видим образование в правом оочной железе. Оно неоднородной структуры с нечеткими контурами, инфлицирует окружающую клетчатку. При динамическом контрастировании и построении кривых мы видим, что третий тип кривой, то есть быстрое накопление контрастного препарата и с последующим его вымыванием. После двух циклов химии, то есть один обследование, мы проводим снова исследование. Видим, что в проекции выявляемого узла узел стал меньше, структура его уплотнилась, но контуры не стали более четкими, но все же мы видим, что здесь регресс. И при построении кинетической кривой это быстрое накопление с последующей фазой плато, то есть второй тип кинетической кривой. И непосредственно перед операцией мы провели исследование, и видим, что в проекции узла достоверно мы никаких гиперваскулярных образований не видим. И поставим метку и видим, что первый тип кинетической кривой. То есть это был полный регресс пятой степени красного патоморфоза. Вообще методика магнино-резонансной томографии, она доказала свою диагностическую точность именно в предсказании полного патоморфологического ответа. Это мы видим из данных этой таблицы. То есть чувствительность можно достигать 92%, специфичность 96%, но, к сожалению, не всегда полный радиологический ответ будет равняться полному патоморфологическому ответу. И тому доказательство. То есть было выполнено исследование пациентки, мы видим, здесь, к сожалению, всего лишь два исследования представлено. Здесь образование в правом молочной железе, постконтрастное изображение, на субтракции мы также его видим, это нативное, это два с широподавлением. Был проведен курс надевантной химиотерапии, и перед операцией в проекции выявляемого образования мы также видим все еще накопление контрастного препарата на постконтрастном и на субтракции, и первый тип кинетической кривой. Здесь мы написали частичный регресс, но при патоморфологическом исследовании это оказалось пятой степенью, то есть полный ответ. Достаточно похожая ситуация. Пациентка с образованием правой левомолочной железы видим образование, это последнее исследование перед операцией. Также мы видим накопление контрастного препарата, но вот достаточно постепенное, и здесь частичный регресс и четвертая степень лекарственного патоморфона. У данной пациентки еще один клинический пример образования левомолочной железы. Достаточно крупная, неоднородная структура, с нечеткими контурами. Интенсивно накапливала контрастный препарат с последующим его умыванием. После цикла неодемантной химиотерапии в проекции ранее выявляемого узлового образования мы практически не видим накопление контрастного препарата и первый тип кинетической кривой. И здесь данную ситуацию мы осмотрели как полный регресс, однако на операции затем мы выявили по гистологии третьей степени лекарственного патоморфоза. Возможно, такой ситуации бы не случилось, если бы мы применили методики диффузионно-звешенных изображений, поскольку они зачастую достаточно хорошо помогают нам оценить именно остаточную опухолевую ткань, когда мы ее не видим на постконтрастных изображениях. Диффузионно-звешенные изображения — это те, которые получены с помощью эхопланарных последовательностей, которые отображают скорость диффузии в исследуемом объекте. То есть у нас есть два этапа диффузии, когда мы оцениваем качественно визуально интенсивность сигнала, то есть в опухоли сигнал будет повышен, и количественно, когда мы определяем, измеряемый коэффициент диффузии на картах, на карту, и будет темный. То есть повышение сигнала, понижение сигнала, и в итоге мы получаем ограничение, то есть сниженную диффузию. И значение измеряемого коэффициента диффузии, в случае, если оно меньше единицы или 1,1, то это уже считается снижением. И если мы его оцениваем на протяжении всех трех циклов химиотерапии, то если терапия эффективна, то коэффициент будет повышаться. То есть это является прямым показателем эффективности лечения. И существует достаточно большое количество работ, где сочетание методики динамического контрастного усиления и диффузии помогает достичь стопроцентной специфичности и 90% чувствительности. Но сможет ли заменить диффузия динамическое контрастирование, пока сказать сложно. Мне кажется, что нет. Также у некоторых наших пациентов, к сожалению, мы наблюдали прогрессирование в результате неодевантной химиотерапии. Мы видим у пациентки достаточно обширное образование левомолочной железе и третий тип кинетической кривой, в дальнейшем незначительное уменьшение размеров и непосредственно третье исследование прогрессирования, увеличение размеров образования. У большинства пациентов наблюдали стабилизацию либо частичный регресс, то есть размеры узла и степень накопления контрастного препарата практически не менялась на протяжении всех трех циклов. И частичный регресс, когда было достаточно большое образование, с дальнейшим его уменьшением, то есть снижение степени накопления контрастного препарата, изменение размеров. Магниторезонансное исследование показало себя как достаточно эффективная методика именно в оценке полного ответа, но феномен недооценки размеров остаточной ткани и переоценки хорошо известен. И сейчас ряд работ посвящен именно анализу, почему же так происходит и как с этим бороться. То есть недооценка размеров чаще всего происходит, если опухоль, диффузная опухоль, то есть на ней имеет вид узлового образования. Четко оценить ее размеры зачастую бывает достаточно сложно. Также если в результате проведения химиотерапии узел распался, то есть была фрагментация опухоли, также однозначно сказать размеры сложно. При токсансодержащем режиме химиотерапии также наблюдалась такая ситуация, которая более вероятно связана с антиваскулярным эффектом препарата, то есть отмечается меньше захват контрастного препарата, и это также способствует ошибке в измерении размеров. И при сочетании HR2 негативного рака с биоцезубом также наблюдалась недооценка размеров опухоли. Такие результаты ведут к тому, что на операции чаще всего получается положительная коррозекция с дальнейшим повторным оперативным вмешательством. И переоценка размеров опухоли также имеет место быть, то есть это вследствие реактивной воспалительной реакции, может быть, которая как ответ опухоли на проведенное лечение, в результате склеротических изменений, при наличии сопутствующего интерпретокового карцинома ин-ситу, и если есть дополнительные рассеянные очаги. В качестве выводов я бы хотела сказать, что магниторезонансная томография ее можно использовать на всех этапах оценки лечения, однако максимально информативно зарегистрировано после третьего этапа в предсказании именно полного регресса опухолевых изменений. Поэтому, возможно, нет нужды выполнять на каждом этапе оценки именно магниторезонансной томографии, достаточно сделать ее до начала лечения и перед операцией, поскольку сама процедура достаточно затратная по времени, это не менее 25 минут. Сама процедура, она достаточно сложно переносится пациентами, зачастую, пройдя два исследования на третье, они уже просто не приходят, ибо отказываются. И критериями оценки эффективности, мы считаем, являются уменьшение размеров опухолевого узла, уменьшение степени накопления контрастного препарата, дни и типографической зависимости. И нужно помнить о том, что оценка эффекта, при оценке эффекта необходимо учитывать по типу опухоли режимной аудиоантовой химиотерапии, то есть зная его и принимая его внимание, ты находишься на чеку. И относительно пожеланий и предложений, конечно же, это внедрение методик диффузионно-извешенного изображения, поскольку не у всех есть возможность их использовать, и чем больше мы будем это делать, тем больше мы будем, соответственно, повышать точность методики. Возможно, именно если мы оцениваем эффективность на аудиоантовой химиотерапии, то можно было бы как-то сократить протоколы исследования, то есть не делать все корональные плоскости, или аксиальные, или сагитальные, но это обсуждаемо все с врачами, и чтобы было достичь большего комфорта для пациента и экономии времени, соответственно, и комплексная оценка, учитывая по типу опухоли, режим химиотерапии. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание. хирургического этапа лечения. Но вся ценность диагностической информации, которая интересует нас, как клиницистов, она как раз нам нужна в начале лечения, и не перед операцией. Перед операцией уже все понятно. Мы создали условия для хирургического вмешательства, и по поводу объема вмешательства можно применить, наверное, другие более дешевые, если можно сказать, или простые методики для определения объема удаляемых тканей. А ценность любого диагностического исследования, она в том, чтобы предсказать, сколько курсов нам еще нужно провести, чтобы достичь полного патоморфологического ответа. То есть в идеале нам нужна методика или нужна информация, когда мы проведя два курса химиотерапии, сделав исследование, мы можем принять решение, что проведя шесть курсов, мы достигнем полного патоморфологического ответа. Или мы будем точно знать после второго курса, на основании какого-то метода, что бессмысленно продолжать дальше химиотерапию, потому что полного патоморфоза мы не достигнем, соответственно, и весь смысл неодеванта по большому счету теряется. Поэтому у меня комментарий, соответственно, вопрос к вам. Изучалась ли в вашей работе именно предсказательная ценность МРТ на этапе второго-третьего курса химиотерапии? Насколько это предсказательная методика и эффективна в данной ситуации? В сравнении с другими методиками? Нет, в сравнении с патоморфологическим ответом на хирургическом этапе лечения уже. Мы проводим. Спасибо. Это очень ценно. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. У меня небольшой комментарий. На Европейском конгрессе радиологов в марте этого года было очень много докладов по диффузионно-звешенным изображениям. И просто это был хит этого конгресса. 70% докладов о молочной железе все были по ДВИ. И что эффективность просто потрясающая. И оценка эффективности рассматривалась. И дифференциальная диагностика. А вот кинетические кривые уже как бы отходят на задний план. Поэтому я думаю, что это очень перспективно. И действительно, вот ваше предложение по поводу технических вопросов, что может быть где-то обязательно его включить, но может быть как-то уменьшить размер протокола. Но чтобы оно обязательно было включено в исследование и дифференциальной диагностики, и оценки эффективности лечения. Спасибо за хороший доклад. За прекрасный доклад. Спасибо. Анна Сергеевна, не уходите, пожалуйста. Не уходите. Можно еще раз вернуться к проблеме диффузии. Может быть у кого-то есть из зала вопросы еще, кстати. Комментарии есть. Пожалуйста. Я хотела уточнить, насколько Вы принципиально используете только два фактора взвешенности 50 и 800. И цифра, значение измеряемого коэффициента диффузии 1 на 1, оно измерено на основании того, что Вы проводили исследования пациентов, у которых было применено при исследовании только два фактора диффузии. Почему не 3, почему не 5? Потому что в разных учреждениях рекомендуют использовать разное количество факторов диффузии. Почему Вы используете именно два? Благодарю Вас за вопрос. Если честно, то мы относительно недавно внедрили технику диффузионных взвешенных изображений в эффективность оценки и, в принципе, в первичной диагностике. И эти данные, которые я представила, это были данные, ну, литературные данные, просто мы сделали так, как было написано в статьях. То есть, пока мы сами еще пытаемся понять, как лучше сделать, и, возможно, это будет не два фактора, потому что будет три фактора, и значение также будет другое. Но из тех статей, что я встречала, в основном они использовали именно относительно значения измеряемого коэффициента 1 около единицы, в общем, поэтому так я и привела здесь. Пожалуйста, еще вопросы? Нет вопросов. Ну, мой вопрос был тоже, касался факторов диффузии, исходя из... Мы сейчас набираем материал свой собственный, и, конечно, его сравниваем с мировыми данными. Очень много то же самое, что касается других областей использования диффузионно-звешенных изображений. Какие факторы? Сколько факторов? Это все очень сильно зависит, и это очень важно при сравнении, какие мы использовали факторы изначально, и такие же факторы мы должны использовать при последующих контролях. Поэтому пациенты, которые делали обследование в одних учреждениях лечебных, а потом контролируются в других, тут на это нужно обращать внимание. Конечно, какие факторы были использованы для получения диффузионно-звешенных изображений. У меня еще один вопрос был касаемо контрастирования. Есть ли какие-то предпочтения в отношении одномолярных, полумолярных контрастных веществ, заметили вы разницу или нет в получаемых изображениях, или легче ли трактовать, допустим, динамические контрастные кривые, которые получены с одномолярным контрастным препаратом. И, соответственно, опять же, такое пожелание, что учитывайте, что было использовано, какой он контрастный препарат, и сами, конечно, регистрируйте в своих заключениях, какой вы контрастный препарат использовали и в какой дозировке. В этой группе пациентов мы все применяли один контрастный препарат одномолярный, и мы не экспериментировали с другими препаратами, но по данным литературы особого значения какое-то влияние на генетические кривые не влияет. То есть одномолярный или полумолярный значимых каких-то отличий нет. Хорошо, спасибо большое. Еще есть вопросы? Тогда мы Анну Сергеевну отпускаем, говорим ей спасибо большое за прекрасное сообщение. Антонна Викторовна, извините. Дискуссия, давайте. К персональным методам диагностики приступим. А у нас все-таки есть по лучевым вопрос. Очень часто по действиям химиотерапии мы видим фрагментацию опухолевого образования, то есть особенно больших образований, которые после 2-3 цикла начинают фрагментироваться на много маленьких узелков, но площадь они занимают такую же. Как нам трактовать, лучевым диагнозом, наверное, есть опыт уже по лечебному патоморфозу, что частично регресс или стабилизация процесса, потому что площадь у нас не уменьшается, а сам узел фрагментируется на много маленьких узелков. Действительно, на фоне системного воздействия на опухоль молочной железы существует несколько вариантов развития событий. В случае, если опухоль чувствительна к проводимому лечению, возможно уменьшение первичного очага, это, наверное, самый простой путь, когда мы видим при инструментальных методах диагностики уменьшение диаметра наибольшего размера, и эта оценка достаточно проста. Но существует путь, о которой вы действительно говорите, когда из большого одного очага у нас появляется несколько меньшего размера, которые на фоне проводимого лечения эти очаги уменьшаются сами по себе, но тем не менее площадь, как вы говорите, остается приблизительно та же самая, или уменьшается, но не сильно. Действительно, мы на этот счет проводим маркировку опухоли, если вы сейчас отслеживаете этих пациентов, мы действительно делаем татуаж первичного размера очага по коже и также ставим метки по периметру опухоли для того, чтобы вот этот наружный край опухоли не пропустить в ходе хирургического вмешательства. Как оценивать? Конечно же, видно, что идет регресс, видно уменьшение опухолевой массы, но с точки зрения хирургического вмешательства, хирургический край то мы не позволим выполнить хирургическое вмешательство меньше, чем этот край. Поэтому, конечно же, все эти участки должны быть удалены в обязательном порядке. Дело в том, что, как бы, планируя следующие оплечения, мы должны иметь в виду, это мультифокальный, мультицентричный рак был, или это такой эффект химиотерапии, который вот так вот концентрирующий, равномерно уменьшающийся опухоль, или вот действительно остаются фрагменты являются ли это там частичным ответом, или там без или это стабилизация, конечно, это очень сложно интерпретировать, поэтому сравнивается маммография, ультразвуковое исследование, МРТ, чтобы понять, как бы, суть вот этого, ну и самое главное, потом это проверяется морфологически. Скорее всего, это эффект, частичный ответ на лечение, но не все частичные ответы идут на органно-сохраняющих хирургию, в основном, если планировалось мастектомет, выполняется мастектомет, чтобы не рисковать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok